Директора свыше 80 средних школ собрались сегодня на одной площадке для обсуждения вопросов по воспитанию детей. На встречу ГАРАНО также пригласила правоохранительные органы, социальных педагогов, психологов. Главная задача – усилить социально-нравственное воспитание подростков, ведь именно в этом не преуспевают многие образовательные учреждения. Проблема, которая требует комплексного решения. Вот сегодня это совещание, оно именно для этого было созвано. Можно отдельно сказать, что школа должна вот так работать, милиция вот так, родители вот так. Все в системе, все совместно. Школам не хватает социальных педагогов, психологов, а вот детям родительского внимания. Так считают в управлении. Учителя за маленькую зарплату не готовы брать на себя всю ношу по воспитанию детей в столь сложное время, ведь подростки сейчас стали агрессивнее. Конечно, жестокость. Конечно, жестокость. Это, наверное, и трудности бытовые сегодня, сложности какие-то семейные, и школьные, и городские. И все вместе вкупе. Жизнь такая сложная. Хотя бы три психолога, хотя бы три социального педагога для того, чтобы они могли заниматься по звеньям. Потому что охватить всю школу одному психологу и одному социальному педагогу, конечно, невозможно. И еще один момент. На сегодняшний момент, к сожалению, имеем случаи, когда родители даже не замечают, ночевал ли ребенок дома, и находился ли он дома, и в чем он пошел, есть ли у него соответствующая одежда, соответствующее питание и так далее. Соцпедагог 25-й средней школы рассказала, что в конфликт вступают дети не только из социально уязвимых семей, но и вполне обустроенные, обеспеченные и окруженные вниманием школьники. Даже есть дети, очень обеспеченные семьи, но дети очень агрессивные. Это, я считаю, что это ошибка родителей. Потому что, когда я с детьми веду беседу, они всегда мне говорят, что вот это всего компьютеры, вот это всего условия, им не надо, им не хватает материнской ласки, понимания своих отцов. Откуда агрессия? Главный вопрос на сегодня. По версии правоохранительных органов, факты с несовершеннолетними обновляются ежедневно. Последним звонком стал конфликт в 47-й школе, впоследствии чего ребенок оказался в больнице. Кстати, в каждом учреждении работают инспектора по делам несовершеннолетних, но из-за перенасыщенности школ они не успевают работать с трудными детьми. Были подняты некоторые моменты, где предлагается в школах уже по два или больше инспекторов. Например, в школе, если 500-600 человек, там есть инспектор ИДН. А где 2,5 учащихся, там опять же один инспектор. Вот они сейчас нам предлагают уже внедрять по несколько участковых инспекторов. С начала года было совершено 19 вымогательств. Они были зарегистрированы, но отказаны в возбуждении уголовных дел в связи с тем, что лицо не достигло того возраста, чтобы его привлекать к ответственности. Пока правоохранительные органы выясняют подробности новых фактов или же подсчитывают статистику, общественность бьет тревогу и предлагает задуматься над этой проблемой уже всерьез. С собраниями, встречами, а уж тем более без участия родителей и детей ничего не решить. Таким отношением к подросткам и их проблемам можно потерять молодое поколение, а значит и будущее. Страшное дело. Вы спрашиваете, откуда эта агрессия? Моё мнение, пока три ветви не объединятся воедино и не обратят внимание на всю подростковую проблему, вопрос с детьми не решится никогда. Три ветви – это, как правило, родители, школа, мечети и даже СМИ, потому что весь негатив из интернета детей, можно сказать, сейчас воспитывают социальные сети. Не стоит отрицать того, что многие родители в погоне за решением своих бытовых проблем и в силу своих возможностей не преуспевают за своими детьми. Подростки предназначены сегодня сами себе. И школа здесь не выход из ситуации. Пока не будет комплексного подхода к подобным проблемам, факты будут повторяться, разводят руками специалисты. Елизавета Балбакова, Тенштек Кульбаев, Нью-ТВ.